Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня у нас будет с вами видео с подборкой продуктов, содержащих витамин С в той или иной форме или в комбинации нескольких форм в своем составе. Я знаю, что вы такие подборки очень любите, и это видео будет интересно тем, что оно абсолютно разношерстное. Здесь, во-первых, будут продукты из разных ценовых категорий, разного происхождения. И корейская косметика, и европейская, и российская, и аптечная, условно давайте назовем ее так. Поэтому смотрите, я думаю, будет интересно. Ни для кого не секрет, кто следит за моей деятельностью, вы это знаете. Я открыла для себя новый бренд, от которого я в абсолютнейшем восторге. Я говорю про бренд UIC, наверное, он считается так, U-I-Q. И я пробовала, вообще вся линейка сейчас у меня есть, Barrier, и это просто потрясающе. Мне кажется, это лучшее, что было с моей кожей. Она восхитительна, и они используют такие технологии, которые действительно пристального вашего внимания заслуживают. И я не могла, конечно же, пройти мимо линейки с витамином С. Из линейки с витамином С я взяла сыворотку Dark Spot Serum, она называется, и патчи. В первую очередь хочу, конечно же, поговорить с вами об вот этой вот сыворотке. Она содержит 1% стабильного витамина С. Это так называемая 3-O-этил-аскорбик-эйсид. Здесь также содержится 4% неоцинамида, разные производные центеллы азиатской. Практически 15% комплекса Relief Biom. Это комплекс, который способствует развитию правильной микрофлоры. То есть вообще, да, вот Biom написано. Все, что связано с укреплением кожного иммунитета и поддержкой микробиома, барьерных функций кожи, есть в любом средстве вот этого бренда. Здесь же 2% ацетилглюкозамина. Это тот компонент, который помогает, ну скажем, усилить регенерацию, усилить выработку гиалуроновой кислоты в коже. И он же, что очень необычно, если его соединить с неоцинамидом, оказывает улучшенное, отбеливающее, выравнивающее тон кожи действия. Этому же у нас пособствует янтарная кислота. Но вообще янтарная кислота еще и с жирной кожей хорошо работает, с проблемной кожей хорошо работает. Помогает снять покраснение, помогает людям, у которых есть розация. Среди успокаивающих компонентов, здесь, как я уже сказала, производные центелла азиатской, тот же самый Мадегасасид, здесь же Бесаболол, здесь же Пантенол и так далее. Что я хочу сказать об этой сыворотке? Она удивительно легкая по своей текстуре. Она восхитительно увлажняет кожу. Кожа после нее бархатистая. Запаха, как и у всех продуктов этого бренда, у средства нет. И она, эта сыворотка, обладает очень интересным свойством на коже. Я бы назвала ее таким, знаете, настоящим мультиактивным и многофункциональным и многоцелевым продуктом. Конечно, это совершенно точно не просто очередная антиоксидантная сыворотка, потому что это и выравнивание тона кожи, это и работа с иммунитетом кожи, с микробиомом кожи, с защитными барьерными функциями. Это и работа с пигментацией, это и работа с воспалениями разного генеза, в том числе, если у вас розация акне. То есть продукт удивительным образом подходит для всех типов кожи, для всех возрастов. Вот это, знаете, такая косметика, как мне показалось от этого бренда, которая относится к поколению интеллектуальных косметических средств. Вот не знаю, существует ли на рынке такой термин, но я бы такого рода косметику назвала бы интеллектуальной, когда она помогает подстроиться под любые потребности кожи, то есть когда фактически у нас нет шанса прогадать и выбрать что-то не то. И в эту же линейку входят патчи. Также они с ацетилглюкозамином, также они с этой формой витамина С. Патчи из себя представляют гидрогелевые патчи желтоватого цвета, классической вот такой вот формы лепесточка. Я патчи вообще, вы знаете, не то чтобы не приветствую, но патчи не относятся для меня к линии продуктов номер один. То есть последнее, что уж я куплю, это патчи. Но эти патчи, во-первых, они удивительно, просто удивительно пропитаны. И вот эта вот пропитка, она густая. То есть здесь действительно очень много состава густого, гелеобразного такого. И эти патчи, как мне показалось, очень хорошо дренируют кожу и очень хорошо осветляют кожу. Они действительно из вас, вот такого утовленного и сонного, делают человека воспрявшего, готового к новым подвигам. И, кстати, удивительно, что при... Вот посмотрите, как они пропитаны, что все стекает. Но вот я их как зафиксировала в одном положении, так они и остались. Поэтому если ваша проблема – это усталость, это синяки под глазами, это отечность в том числе, я бы смело обращала внимание на эти патчи, потому что они действительно помогают создать такой свежий, распахнутый взгляд. Поэтому, конечно, этот бренд для меня стал открытием последнего времени. И это тот бренд, который, вы знаете, я бы сказала, действительно меня впечатлил. Вот прямо такой был вау даже вот у меня, у человека, который он сколько ухода вообще в своих руках держит. Поэтому здесь однозначно совершенно мои рекомендации. Посмотрите, познакомьтесь с брендом, он этого достоин. Дальше бренд SVR. Это аптечный бренд Ample Anti-Ox. Здесь 20% содержание жирорастворимой формы витамина С. По-моему, в форме тетраэтиласкорбата или что-то в таком духе. Немножечко жирноватая сыворотка. И в магазине было непонятно, в золотом яблоке я покупала там, где запахи постоянно. Но как только я открыла ее дома, мне стало совершенно очевидно, что здесь очень много спирта в составе. А в магазине я даже не посмотрела на состав, потому что я попробовала текстуру на руке. Думаю, о, жирорастворимая явно какая-то форма. Ну, берем, потому что очень много вы спрашиваете про этот бренд, вообще просите его проанализировать. Я думаю, о, супер, берем. Сейчас, значит, подготовлю обзор. И какое же было для меня удивление, когда я обнаружила здесь спирт, и его так много. То есть он чувствуется по запаху, он чувствуется на коже. Само по себе средство, концептуально, оно, конечно, очень неплохое. Но содержание здесь этилового, простого спирта, я подчеркиваю, да. Не все, что написано алкогол на упаковке, для нас это плохо. Мы говорим именно про простые спирты. Вот здесь содержится именно простой спирт. Поэтому я бы выбрала, тем более за такие деньги, вот, пожалуйста, тот же самый продукт с витамином С от Юик. И была бы счастлива абсолютно, нежели чем потратить деньги вот на этот продукт. Кстати, лайфхак от меня. Я очень люблю комбинировать средства с витамином С в разных формах от разных производителей. Тем самым добиваясь сочетания разных форм витамина С на своей коже. Вот, например, я могу взять, а вы знаете, что бренда Сездерма великолепнейшей линейки с витамином С. Моя самая любимая линейка, ну, я просто, мне кажется, уже вам проела плеш с этой сывороткой. Она сама, эта сыворотка у меня была четыре раза подряд. И она уже во все подборки входила, поэтому я не стала ее сюда включать. Но я вам просто напоминаю о ее существовании. Вот вы сейчас где-нибудь здесь видите ее картинку. Ссылку я на нее оставлю внизу. Ну, это шедевр просто, вот эта их новая сыворотка. Она уже не такая новая, но тем не менее. У них классическая линейка Сивит. И в этой линейке есть вот такой вот липосомальный мист для лица. Он действительно мелко-мелко дисперсное распыление дает. И этот мист является, знаете, такой, так и бустером. Вот назовем его так, бустером. Я могу нанести сразу же после умывания вот этот вот бустер. Далее новый для себя бренд открываю. Oxygen Seuticals называется. Я взяла Serum 17, где написано. У них есть меньше концентрации. Здесь в упаковке будет идти в коробке порошок витамина С, который вы засыпаете вовнутрь в сам состав. Почему называется Oxygen Seuticals бренд? Потому что кислород содержится в составе, что бы это ни значило. Причем не в форме перфторгексана там или чего-то, а прямо написано кислород. Поэтому я не уверена, что я в это верю. Но, кстати, обратите внимание, сыворотка уже начинает желтеть. То есть изначально состав был совершенно белый после того, как я высыпала этот порошок. По текстуре, ну, естественно, это абсолютно водянистый продукт, потому что это водорастворимая форма, это аскорбиновая кислота. Если у вас есть какие-то высыпания на лице, она будет пощипывать, что для аскорбиновой кислоты свойственно. Так вот я могу, например, нанести вот такой мист, закрыть. Мне просто хотелось попробовать вот такую вот сыворотку именно с аскорбиновой кислотой. И закрыть могу, не поверите, вот таким вот продуктом. Это сыворотка от бренда Don't Touch My Face, называется Don't Touch My Vitamin C. Это сыворотка кремообразная, со стабильной формой витамина С. Поэтому для меня она скорее как легкий крем. Я не использую ее как сыворотку. Она имеет блестящий состав. У бренда есть рефилы, что очень здорово. Здесь же есть энзимы в составе, например, энзимы граната у этой сыворотки. Поэтому она еще способствует обновлению. И вот такая тройка совершенно запросто может быть на моем лице перед тем, как я ложусь спать или выхожу на улицу. Ну, в случае, если я выхожу на улицу, я еще, конечно, дополняю все это СПФ. То есть имейте, пожалуйста, в виду, что разные средства с разными предпочтительно, конечно, формами витамина С. Почему с разными предпочтительно формами? Чтобы вы не превысили кумулятивно рекомендуемую дозу по той или иной форме. Поэтому я выбираю разные формы, объединяю их вот на своем лице в одно. И такой формат использования мне очень нравится. Вот есть слабая надежда, что, например, стабильная форма витамина С в виде крема чуть-чуть продлит жизнь аскорбиновой кислоте на коже. Но надежда эта не сильна, но тем не менее, так мне хочется в это верить. Вот посмотрите, да, тоже такой формат возможен. Этот продукт, который я тоже упоминаю достаточно часто в последнее время, но я не могу про него не упоминать. Потому что я от него в восторге. Я вижу просто невероятнейший результат. Это, конечно, сыворотка с витамином С и неоцинамидом OnSuit Skin, который называется Dr. Solution. У них есть такой же еще продукт с 10% формулой витамина, простите, неоцинамида в составе. Слегка как будто бы маслянистая сыворотка, но на лице она становится абсолютно неощутимой. То есть никакой жирности или липкости вы не чувствуете. Это, опять же, тот продукт, который меня по-настоящему впечатлил. То есть был вау такой, знаете, эффект. Как разглаживает кожу, боже мой, как выравнивает тон кожи, сужает поры, кожа становится такая сияющая, упругая и гладкая. Тоже я могу взять, например, эту сыворотку сняться на амидом и витамином С и, опять же, вот использовать такое сочетание. Или, например, мне очень понравился крем от бренда The Act. Он, причем, совершенно недорогой. Здесь в качестве витамина С оскорбил тетра изопальметат. Крем на ламеллярных эмульгаторах лицетин и гидролизованный лицетин содержит. Поэтому мы можем предположить, что это ламеллярная эмульсия. Но точнее это можно сказать будет, если посмотреть в микроскоп. Я сейчас очень опасаюсь называть продукты, что они ламеллярные эмульсии, если достоверно этого неизвестно. И вот, например, вот такое сочетание. Из-за этой действительно очень крутой, эффективной сыворотки и вот этого крема, пожалуйста, возможно. Или вы можете взять вот эту потрясающую совершенно сыворотку от UIC и тоже закрыть недорогим кремом. Но попробовать что-то из этих вот очень крутых, очень сильных сывороток я, конечно, вам рекомендую. На креме здесь действительно можно сэкономить и вот взять что-то более доступное. Потому что, мне кажется, продукт весьма и весьма примечательный. Если говорить о каких-то продуктах с эффектом ВАУ, но не для ежедневного использования. Я бы назвала эту вот категорию средств, о которых я хочу с вами сейчас поговорить, именно таким образом. Здесь у нас будет от Леврана Facial and Eye Beauty Serum. Это мультивитаминная сыворотка, в которой в том числе содержится помимо токотриенолов, токоферолов, еще и витамин С. Я вам показывала эту сыворотку ВАУ, она так и называется, в подборке продуктов с витамином С. Она слегка кремообразная. И особенность этой сыворотки в том, что она не требует ежедневного применения. Она действительно дает некий эффект в моменте. И вы сами можете выбрать. Вы хотите ее использовать только под глаза или только на лицо, или и на глаза, и на лицо. Но хочу обратить ваше внимание, у бренда Леврана есть недостаток, который, насколько я понимаю, здесь неисправлен. Здесь, кстати, есть еще и экстракты, содержащие этот самый витамин С. Например, там экстракт шиповника и всякое такое. Морожки. Ну вот все, что богато прям максимально витамином С здесь есть. Продукты от бренда Леврана, насколько я их помню, они склонны к расслоению всегда были. И вот я уже вижу, что эта сыворотка имеет тенденцию к расслоению в упаковке. Поэтому вот имейте в виду, да, продукт бюджетный, хороший по концепту и по качеству, но к расслоению у них продукты по какой-то причине действительно всегда были склонны. Вот единственный недостаток. Но при учете стоимости, может быть, это не так и страшно. Конечно, я хочу обратить ваше внимание на бренд Skin. Это российский бренд. У них есть восхитительная маска, которая называется Sea Glow Mask. У этой маски кремообразная, очень приятная текстура. И здесь у нас содержится аскорбилфосфат магния. Одна из самых эффективных, самых распространенных форм. Здесь же в составе есть инулин, потому что вообще бренд Skin это тоже все про укрепление микробиома, укрепление иммунной функции кожи. Здесь же куркума, если я не ошибаюсь, присутствует в этом продукте. Опять же для усиления яркости лица. Это прекрасный бренд, тоже открытие для меня этого года. Бренд Skin. Великолепнейший совершенно бренд и по качеству, и по эффекту. Эффект этот мы видим сразу. Антиоксидантная ампульная маска от бренда V&A. Здесь она уже содержится полиэтенол, 5% мультивитаминный комплекс. Самое главное, что в этом мультивитаминном комплексе содержится витамин С. Это для нас с вами самое главное. А вообще у этой маски восхитительный состав. Витамин B3, неоцерамид тоже здесь присутствует. Очень много здесь экстрактов успокаивающих. Мелисса, зеленый чай. Да, вот какие-то сорта мяты. Ну, причем такое сказать, что охлаждение не припоминаю я такого. Мадекасасид. Здесь есть церамиды, линолевые, линоленовые кислоты. То есть она, мелисса, то есть она, эта маска, это тканевые маски. Обладает антиоксидантным свойством и успокаивающим свойством. Экстракт хаутюни тоже здесь содержится. Опять же, если у вас кожа проблемная. Вы знаете, такие замечательные маски. Я их берегу, использую по одной штучке. Вот, например, сейчас у меня была командировка в Армению. И я туда их взяла. Потому что даже если ты просто вот после перелетов, после всего, выглядишь как засохший вот этот вот кабачок на кухне, в холодильнике. Знаете, у всех есть такой кабачок всегда там на полочке где-то лежит. Вот если ты уже понимаешь, что ты приближаешься по своему внешнему виду к этому кабачку, то вот эта маска сделает из вас снова человека, что очень ценно. И, кстати, когда я летела из командировки, я взяла в Duty Free, конечно же, Elizabeth Arden, вот эти вот капсулы. И я взяла капсулы, там набор такой был из трех разных. И вот в данном случае я уже начала использовать капсулы с витамином С, который называется Radiance Renewal Serum. Здесь у нас с вами тетра, гексил, децил, аскорбат. Вот как раз эта форма. Витамин Е здесь присутствует. Да, здесь, естественно, церамиды. Здесь масло подсолнечника, масло оливы. То есть они как бы баланс по ПЖК здесь соблюдают. Мне эти ампулы, вы знаете, люблю, ненавижу у меня такое вот отношение к этим ампулам. Но у меня, наконец-то, в голове, по крайней мере, концепт созрел какой-то этих продуктов. Потому что у них ампулы, которые с церамидами, просто где написано Serumite, а не с пептидами. Есть такие же вот ампулы, или как правильно это назвать, с витамином С, есть с ретинолом. Причем там, где ретинол, там прям ретинол. Я вам их тоже покажу, наверное, в какой-нибудь подборке с ретинолом. Внутри там масло масляное, и средство это на основе силиконов и летучих. И тут много всяких циклопентозилоксаны и все вот это вот остальное. Соответственно, есть такой бархатистый финиш. И как будто бы не хочется закрывать кремом, но и как будто бы я, когда использую их вот только соло, мне подсушивает, как будто бы не хватает увлажнения. Но я вот сегодня нанесла как раз-таки на сыворотку от UIC вот эту вот штуку, как раз про комбинацию, да, витамина С в разных формах. И нанесла тональный крем. Тональный крем, кстати, восхитительно ложится, при том, что это вроде бы как масло, и может быть конфликт текстур. Но все-таки, я думаю, силиконы делают свое дело. И последнее, что я вам покажу, это Skingestic Diamond Brightening Serum. То же самое. 3-O-этил-аскорбик-эйсид. 10%. 10%. Неоцинамид. 5%. Экстракт грибов. 3%. Лакрица. Пептиды антивозрастные и так далее. Это сыворотка. Это сыворотка. У нас имеет, ну, можно сказать, чуть маслянистый финиш. Но, в принципе, по сравнению с тем, какие бывают продукты, да, насколько они действительно бывают маслянистыми, это очевидно. И, кстати, не забывайте, пожалуйста, наносить витамин С на руки из ваших любых сывороток. Или хотя бы, может быть, вы возьмете для себя, там, например, для лица неоцинамид с витамином С от бренда Сью-Скин, потому что более дорогой продукт, а для рук, ну, хотя бы, вот, крем The Act, вот этот вот возьмите. И он же будет хорошо увлажнять руки, потому что он на ламеллярных эмульгаторах. Почему? Крема для рук, вот как неудивительно, никто не выпускает с такими концентрациями ни витамина С, ни ретинола. Ну, нету их. То есть я вам достаточно часто говорю, не тратьте деньги, в принципе, на кремы для рук. Лучше возьмите что-то для лица, может быть, даже что вам не подошло, и используйте на руки. От этого будет гораздо больше эффект. Естественно, весь этот витамин С мы наносим на лицо и на шею на декольте. Какие-то, ну, кроме аскорбиновой кислоты, в общем-то, все продукты мы можем наносить под глаза. Можно ли использовать витамин С летом? Можно использовать витамин С летом, с осторожностью, только, пожалуйста, именно аскорбиновую кислоту, потому что она кислота, это кислая, нестабильная форма, и сама по себе может обладать вот таким даже свойством пилинга. Поэтому, кстати, скин-жестик разные используют формы витамина С. Посмотрите, я просто как пример вам показываю, что у этого бренда есть очень хороший, очень активный витамин С, и вы здесь вольны делать выбор, потому что разные комбинации у них, разного назначения средств. Вот этот продукт, скорее, будет выравнивающим тон кожу и укрепляющим тургер, потому что мы же с вами помним, что витамин С у нас обладает ангиопротекторным действием, то есть помогает укрепить капиллярную сеть. Витамин С справляется с пигментацией разной теологии. Витамин С способствует выработке коллагена. Витамин С, конечно же, блестящий антиоксидант. Но у витамина С есть много разных форм, и каждая форма обладает тем или иными дополнительными бонусами. Какая-то лучше работает с пигментацией, какая-то лучше уплотняет кожу. И поэтому для того, чтобы достичь максимального эффекта, я и говорю о том, что лучше сочетать разные формы витамина С. И если в вашем продукте, который вы купили, нет разных форм витамина С, значит, сочетайте их сами. Пусть у вас будет тонер с одной формой, сыворотка с другой, крем с третьей, маска с четвертой. И вот таким вот образом вы достигнете вот этого сочетания нужного разных форм, которые потенциируют, усиливают действия друг друга, которые делают воздействие витамина С вообще более комплексным, которые стабилизируют вообще очень друг друга сами по себе, потому что они там перекидываются своими этими электронами. И формула действительно становится более стабильной, более долгоиграющей. Вот она подборка средств витамином С. Еще раз повторюсь, я знаю, что вы любите такие подборки, вам проще сделать выбор, проще это все найти, проще систематизировать. У меня есть такие подборки за прошлые годы, и вообще есть там топ продуктов с витамином С за такой-то, такой-то год. Я делаю для вас такие подборки при первой же возможности, чтобы вы получали всю полонту информации. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам это было полезно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы продукты с витамином С для себя открыли, что вам понравилось, что, может быть, не понравилось. Бывает и такое. Увидимся в следующем видео. Пока!